Добрый вечер! Время очередных новостей. В студии работает Айсело Мурзакова. Речь на высоком уровне. В частности, ожидается, что на встречах будут обсуждены вопросы укрепления политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, расширение межпарламентского сотрудничества. Под председательством президента Садыра Джапарова в Бишкеке 13 октября пройдется заседание Совета глав государств Содружества независимых государств. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакеев. В ходе предстоящего мероприятия будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств-участников Содружества торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Ожидается, что в данном саммите СНГ примут участие главы государств Содружества. Первый заместитель председателя кабинета министров Адлбек Асмалиев провел встречу с делегацией Федерального союза среднего бизнеса Германии во главе с членом Федерального правления Федерального союза Яном Андреасом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления кыргызско-германских отношений во всех сферах, представляющие взаимный интерес. Адлбек Асмалиев отметил примеры успешного функционирования германского бизнеса в Кыргызстане и вызвал готовность кабинета министров по созданию благоприятных условий для всех иностранных инвесторов. В данном контексте он рассказал об инвестиционных возможностях страны и отметил, что Кыргызстан обладает высоким потенциалом в области гидроэнергетики, возобновляемых источников энергии, зеленой экономики. В соцсетях появилось видео, где якобы в селе Новопаловка старшеклассники избивают учеников младших классов. Как сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области, факт зарегистрирован в УВД Сокуковского района и начата доследственная проверка. В данное время сотрудниками УВД Сокуковского района проводится работа по установлению всех участников данного инцидента. По результатам проверки сообщим дополнительно. Двое мужчин избили подростка в новостройке Аккордо Сокуковского района. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области. Согласно данным, 29 сентября текущего года в УВД Сокуковского района с заявлением обратилась гражданка 1974 года рождения. Она рассказала, что в этот день двое мужчин с сыном избили ее несовершеннолетнего сына 2007 года рождения и нанесли различные телесные повреждения. Данный факт был зарегистрирован в УВД Сокуковского района. В этом году возбуждено уголовное дело по статье 280. По подозрению задержаны граждане 1959 года рождения и 1964 года рождения. И водовредены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. Завершен капитальный ремонт детского сада в селе Предтеченко Московского района. Здание, стоявшее пустующим более 30 лет, теперь готово предоставить комфортные условия для обучения и развития 140 маленьких жителей. Реконструкция осуществлена при поддержке Агентства развития и инвестирования сообществ. Церемония открытия собрала местных жителей и представителей власти. Подробности далее. Сегодня рассвета у Миталеева вместе со своей внучкой первыми переступили порог обновленного детского сада. Открытие детсада было долгожданным событием для всех жителей села. Теперь созданы все необходимые условия для дошкольного образования детей и для того, чтобы родители могли работать, зная, что их дети в надежных руках. Мы очень рады к открытию данного садика. Мои внуки с удовольствием будут ходить. Спасибо за хорошие условия нашим деткам. Многие годы жители села с нетерпением ждали ввода в эксплуатацию двухэтажного здания. Новый детский сад на 140 мест полностью соответствует всем требованиям и оснащен современной мебелью. С завтрашнего дня маленькие жители Притеченко переступят порог нового образовательного учреждения, где им будут предоставлены все условия для качественного обучения и развития. Было 125 детей без питания. После этого мы, администрация детского сада и коллектив упорно начали участвовать в разных проектах. И, наконец-то, выиграли проект по линии АРИС – капитальный ремонт этого детского сада. И вот благодаря всем нашим помощникам, Чуйскому фонду, областному фонду развития, губернатору нашему большое спасибо. Капитальный ремонт здания детского сада стартовал в 2021 году. Общая сумма инвестиций составила 26 миллионов сомов. Основная часть средств была выделена из средств Агентства развития и инвестирования сообществ. При этом 2 миллиона сомов были внесены из местного бюджета. Дополнительные средства из фонда развития региона были направлены на приобретение мебели и оборудования. Сегодня у нас в республике недостача детского садика – это факт. Но сегодня государство делает все возможное для того, чтобы обеспечить наших детей детскими садами. Бюджет, конечно, у нас не резиновый, поэтому мы ищем всякие возможные варианты с государственным частным партнерством. Мы привлекаем фонды, привлекаем Всемирный банк, всякие организации для того, чтобы обеспечить наших детей сегодня современным детским садом. Чтобы наше будущие поколение, подрастающее поколение получало грамотное, качественное образование в детских садах. Ввод в эксплуатацию нового детского сада значительно сократит нехватку мест в дошкольном образовательном учреждении в Притеченковском Аилу-Кмуты. Понимая, что детский сад – это первый шаг в образовании, власти уделяют особое внимание строительству и ремонту образовательных учреждений. В ходе выполнения работ по данному детскому саду были предусмотрены работы по повышению сейсмоусиления, по повышению энергоэффективности с применением новых инновационных технологий в строительстве. По завершению детского сада ожидается, что более 150 детей смогут посещать этот детский сад. Будет открыто 6 групп. Кроме этого, 26 специалистов смогут работать, будут обеспечены рабочими местами. И этот детский сад предполагается, что будет работать достаточно устойчиво, потому что применены все современные инновационные технологии в строительстве. В Московском районе уже функционируют 17 детских садов, обеспечивая заботу о маленьких жителях района. К концу текущего года планируется введение в эксплуатацию еще одного дошкольного образовательного учреждения. Работы по строительству и ремонту социальных объектов активно ведутся в Чуйской области при поддержке фондов развития и различных организаций, а также республиканских и местных бюджетов. Эти усилия направлены на улучшение социальной инфраструктуры региона, а также повышение качества жизни местного населения. Управление капитального строительства мэрии Бишкека продолжает строительство детского сада на 280 мест в жилом массиве Кокджар. Как сообщили в муниципалитете, в настоящее время ведется внутренняя и наружная отделка, монтаж наружных инженерных сетей, установка ограждения. Также продолжается строительство газовой котельной. Дошкольное образовательное учреждение двухэтажное, без подвала. Общая площадь здания составляет 2927 квадратных метров. В здании будут расположены раздевалка, игровая комната, кладовая, спальня, медицинский кабинет, помещение для хранения продуктов, комната для персонала, кухня, изолятор, помещение для хранения уборочного инвентаря, тренажерный зал и музыкальный зал, говорится в сообщении. Заслуженная учительница Кыргызстана Салтана Цедыкова отпраздновала значимый юбилей своей непрерывной трудовой деятельности в сфере образования. За четыре десятилетия она подготовила поколение выпускников, многие из которых достигли великих высот в своих профессиях. Подробности этого волнующего пути и ее вклад в будущее поколение в следующем материале. Салтана Цедыкова, заслуженный учитель Кыргызстана, отпраздновала важный юбилей своей трудовой деятельности в образовании. За 45 лет непрерывной работы в школе она подготовила сотни выпускников. Салтанатна Мазбековна вступила в педагогическую сферу в возрасте 23 лет, сразу после окончания педагогического института. Сейчас третий год подряд она преподает русский язык в старшей и средней группах в детском саду. Заведующая детского сада, она позвала меня и попросила в старшей группе и в средней группе проведите, пожалуйста, уроки русского языка. И я согласилась. И вот уже тоже третий-четвертый год я здесь работаю, преподаю в старшей и средней группе. Стремление к педагогической деятельности зародилось в Салтана Цедыкова еще в детстве, когда она впервые влюбилась в русский язык под влиянием своей учительницы. Творческий подход, преданность своему делу, любовь к детям и профессии сделали ее уважаемым и признанным педагогом в широких кругах. Я когда еще училась в школе, я тогда полюбила русский язык. У нас в Сусамуре русской национальности не было. Потом стали приезжать трактористы, шоферы, и вот с ихними детьми пришлось там играть, разговаривать. И моя учительница русского языка была очень сильной учительницей, Зейнеп Харабековна. Она была заслуженным учителем русского языка и депутатом Верховного Совета. И вот, глядя на нее, я всегда мечтала быть похожей на нее и обязательно выберу профессию учителя русского языка и литературы. Благодаря кропотливой работе с ребятами, Салтанат Цедыкова смогла достичь впечатляющих результатов. Многие ее ученики стали успешными профессионалами и преуспели в различных областях. Некоторые из них сами стали учителями. Благодаря ее усилиям десятки учеников добились побед на республиканских и областных олимпиадах по русскому языку. Конечно, среди учащихся есть и учителя, есть и экономисты, есть и врачи, и медицинские сестры и так далее. Но это благодаря всем учителям, которые учили их. Но те, кто хорошо учились, они выбрали себе достойную профессию и работают во всех уголках нашей республики. Салтанат Намазбековна признается, что обучение детей – ее призвание. Ее часто называют учителем-режиссером благодаря тому, что она часто устраивает театрализованные представления на основе произведений. Вопреки почтенному возрасту, она продолжает работать, делиться знаниями с детьми и, как она сама говорит, не планирует завершать свою карьеру. Вот когда работаешь, себя чувствуешь молодым. Это утром надо вставать, собираться в школу или в детский сад, за собой присматриваешься. Ну а дома что? Вышел, там в огороде поработаешь, устала, отдыхаешь, все. В работе Салтанат Намазбековна проявляет себя как чуткий педагог, профессионал своего дела, а дома – как любящая мама. Совместно с мужем они воспитали троих детей, одна из которых пошла по ее стопам. Салтанат Намазбековна удостойна звания отличника народного образования и является обладательницей множества грамот за выдающиеся достижения в педагогической деятельности. Фермеры из Сокотинского района уже приступили к сбору урожая сахарной свеклы. В этом году данной сельскохозкультуре отдали большое предпочтение. В сравнении с предыдущим годом поля засеяли на 15% больше. Упор на выращивание сделал Нурмамбетовский Аллы-Лукмыты. В настоящее время сахарную свеклу в районе собрали с 213 гектарах. При благоприятных погодных условиях собирать урожай закончат до начала первой зимы. Сахарная свекла для фермеров из Сокотинского района – одна из основных источников дохода. В Люксембурге сладким корнеплодом засеяли 24 гектара земли. К уборке урожая приступили три дня назад. Фермеры планируют собрать с одного гектара порядка 65 тонн сахарной свеклы. Мы посеяли где-то 84 гектара сахарной свеклы. Мы посадили на двух Аллы-Лукмыты. Это Новопокровский, Лагвиненский Аллы-Лукмыты и Люксембургский Аллы-Лукмыты. На этих 24 гектарах мы посадили 12 гектаров семян немецкой марки КВС и французской марки. Да, в этом году была большая проблема не только у нас, но и у всех фермеров была очень большая проблема с поливной водой. Но именно вот это поле, так как оно находится возле бычика, у нас это поле как бы механизированный полив здесь. И мы с дождевальными аппаратами как бы более-менее здесь мы полили. Свекла-уборочный комбайн значительно упрощает труд фермеров. Урожай сразу попадает в грузовую машину. Собранная сахарная свекла позже направится на предприятие. Заводом Каиндекант фермеры работают долгие годы. Сотрудничество выгодное для обеих сторон. Вот эти комбайны грузят, сразу копают и грузят в машины. Потом эти машины едут в свеклоприемные пункты. Оттуда уже на вагонах едут на завод, на переработку. А мы то, что мы собираем здесь с поля, мы вначале отвозим на свеклоприемные пункты. Благоприятные погодные условия будут. Мы планируем где-то в течение 10-15 дней завершить работу. В настоящее время в Исокотинском районе сахарную свеклу собрали с 213 гектарах. Уборка продолжается. Маловодный период не сказался на объеме урожая. А все потому, что в этой местности используют капельный и дождевальный метод орошения. 3461 гектар по сравнению с прошлым годом, это на полтора гектара больше в этом году. Урожайность гектара в этом году идет в среднем 30 тонн по району. Главный упор в этом году сделан в Нурмамедском айлокмэту. Там 50% объем сахарной свеклы находится в этом айлокмэту. В этом году с поливом во всех районах было маловодие. Но несмотря на это, урожайность показывается в среднем хорошие результаты. Параллельно аграрии собирают урожай кукурузы. Только с одного гектара выходит 72 центнера зерновой культуры. Большая часть урожая пойдет на пропитание скота в качестве силоса. По Чуйскому области, скажем, Салатинский район является одним из первых, который большое количество посеял в этом году кукурузы. В этом году у нас кукуруза на 13 641 гектаров. По сравнению с прошлым годом на 2000 гектаров больше. Урожайность тут идет 69 тонн с гектара. Силоса идет, во-первых, на продовольственную безопасность. И из других районов, с областей приезжают и заготовленные вот эти силосы забирают, покупают другие крестьяны. Друг друга знают. Сбор, оперативный сбор тоже идет. Если в этом году в Высокотинском районе упор сделали на выращивание сахарной свеклы, то в следующем году в этой местности по заданному плану отдадут предпочтение яровым культурам. 500 гектаров земли будут засеяны семенами ячменя и пшеницы. Салима Дюшимбекова, Эрми Кадыров, Самаган Тайрбеков, УТРК, Чуй. Кыргызский народ издавна заботится о пожилых людях, проявляя к ним заботливое отношение и должное уважение. К Международному дню пожилых людей организация киноматографистов вручила свидетельство и нагрудной знак организации Фатимы Сарымсаковой, жительница села Казалсу Кеминского района, проработавшей в кинотеатре «Манас» более 30 лет. Подробнее в следующем материале. Фатиме Сарымсаковой, ветерану труда, проживающая пятой поколении и второй эпохе, сегодня 101 лет. Она посвятила свою жизнь советскому и независимому Кыргызстану и своим детям. Наша героиня, более 30 лет проработавшая администратором кинотеатра «Манас», с репотом вспоминает те дни. За три десятилетия работы администратором в кинотеатре «Манас» я пережила множество моментов радости и трудностей. Моя преданность этой профессии меня неизменно вдохновляла. В этом времени у меня была уникальная возможность поработать и в Москве. Там, в столице, меня ждал приятный сюрприз – премия. Со временем наступил этап, когда я почувствовала, что настало время для заслуженного отдыха. После 30 лет преданного служения я решила выйти на заслуженный отдых. Поздравить Фатиму Аппа с Днём пожилых людей приехал член организации кинематографистов Замир Эралиев и вручил ей удостоверение и наградный знак организации. «Сегодня волнение переполняет меня. Союз кинематографистов Кыргызстана принял решение включить вас в свои ряды в качестве почётного члена. Теперь ваше имя присоединяется к именам таких выдающихся кинематографистов, как Айтматов, Шамшеев и Базаров. Это невероятное признание. Я искренне рад». Фатима Сарымсакова родилась в 1923 году в селе Кызылсу Киминского района. Она была проницательной девочкой с раннего возраста. После окончания школы вышла замуж и родила пятерых детей. У неё три сына, две дочери и более 30 внуков и правнуков. Старшей дочери Светлане 83 года. «Мне вскоре исполнится 84. Я не перестаю радоваться тому, что у меня есть самая замечательная мама. Ведь, как говорят, кто имеет маму, тот, несомненно, ребёнок. В узком кругу друзей и подруг меня называют просто девочкой. Этот нежный титул для меня настоящая радость. У мамы более 30 внуков, правнуков и даже праправнуков. Мы желаем ей долгой и счастливой жизни. Пусть каждый день будет наполнен улыбками и теплом. Так же, как она наполняет жизни своих детей и внуков своей невероятной любовью». В настоящее время Фатима поживёт у младшей дочери Людмилы. Она день и ночь находится рядом с матерью и заботится о ней. «Мы все перед ней малыши. И она называет мамой нас, называет своими детьми. Мы дети, по сути дела, до сих пор, несмотря на то, что у нас тоже и внуки, и внучки есть и так далее». Наша героиня, проживающая более 100 лет, сравнила предыдущую и последующую эпоху, в которой она проживает, и отметила различия. «Сегодня она, будущее поколение, призывает к патриотизму и лояльности». Член сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Джоламан Шаршембеков завоевал золотую медаль азиатских игр в Китае. Шаршембеков выступал в весовой категории до 60 килограммов. В первой схватке Шаршембеков одолел спортсмена из Таджикистана, а затем одержал две досрочные победы над спортсменами из Южной Кореи и Узбекистана. В финальной схватке кыргызстанец боролся против Аяты Сузуки из Японии и победил со счетом 7-6. Кроме этого, член сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Джоламан Махмудов завоевал золотую медаль на азиатских играх в Китае. Махмудов выступает в весовой категории до 77 килограммов. Махмудов одолел спортсменов из Камбоджи и Казахстана. В финальной схватке против спортсмена из Ирана выиграл со счетом 1-1. За счет последнего действия Махмудов стал победителем поединка. Редактор субтитров А.Семкин